Нужно что сделать? Вышли, примите тепленький душ. Сбросьте тепловую нагрузку. Вам проще смыть тепло водой, только теплой, не холодной. Потому что вам нужно сбросить. Либо вы будете сбросить и так, либо будете испарять воду. Лимит, который в организме есть. А если я в холодной воде не вижу, вот отхожу? В холодной воде нет. Летняя вода 22-24 градуса. Вот такая. Она легкая, она по сравнению с перегретой кожей. Она прохладная, но она не холодная для вашего гипоталамуса. Он не будет стрессовые гормоны надпочников выбрасывать на холодную воду. И не будете рисковать гипертонической болезнью. И связаны с этим осложнением. Потому что гормоны надпочников, которые выбрасываются на холодную воду, они стандартно повышают уровень артериального давления как минимум. Они еще повышают частоту сокращения сердца. Посчитайте, вы зашли в холодную воду, у вас заколотилось сердце. Это вылетели гормоны коры надпочников. Одновременно повышается уровень холестерина, уровень сахара. Повышается тонус мышц. То есть все болезни старения развиваются легко и просто. И я знаю многих банщиков. Но я не видел банщиков в возрасте старше 70 лет. Те, кто парится, видел. Но здоровых в этом виде не видел. Я знаю одного человека в этой бане. Да, он парится больше 30 лет. Даже думаю, что больше 40. Отличный атеросклероз сосудов. Прекрасная почная недостаточность. Потому что он парился неправильно. У него прекрасная аритмия. То есть все нормально. Все на месте, говорится. Все осложнения присутствуют. Просто вопрос. Нельзя. В бане холодная вода. Кстати, здесь в этой бане рецепт, скажем так, процедур. И в первоисточнике было после второго парения в бассейн с холодной водой или в прорубь. После рекомендации моих появилось после второго парения по желанию клиента. Мы не рекомендуем, но по желанию клиента он может сходить в холодную воду. Только оптимально. Зайти правильно. То есть у вас под кожей 30% крови. Сердце за одно сокращение выбрасывает из 3-4 литров 100-150 мл. То есть это получается меньше 0,5%. Под кожей 30%. Резкое сужение сосудов кожи, кожи под действием холода, 30% крови переходит в центр. И те, кто ныряют в прорубь, сердце зашлось, конечно. Уже куда ему деваться? У него за спиной теперь 30% крови, которую он уже качает. Они были в депо под кожей, кожа красная, значит там уже кровь сидит. Не просто так краснеет кожа. Уже расширились сосуды, вмещая вот эту кровь. Для работы, для потовых желез, для охлаждения. Только резко их сократить. Поэтому я советую ходить правильно. Хочешь плавать в этой... Не вопрос. Запас тепла в организме есть. Есть всегда ступенечки. Стань на первую ступенечку. До середины голени. Ну плюс-минус, в зависимости от ступеньки. Постой 2-3 секунды. Сосудики спазмировались. Кровь пошла в центр. Следующий шаг на ступенечке. Следующий. Вот когда дойдешь до уровня пупка. Вот тогда уже можно плыть. То есть нужно постепенно сократить сосуды кожи. И тут будет сердце реагировать. Тут будет частота увеличиваться. Но не слишком интенсивно. Потому что когда... Ну просто иначе гидродинамический удар по сердцу. Сердце может разорваться. Вот когда... Вот эта рекомендация. Правильно входить в воду. Изменилась. Не просто после второго парения. Сказали ребята там трупы будут у вас. Они по желанию клиента. То есть вопрос. Но рекомендую вот так. Экстремально. Я это делал. Когда мне было 20 лет и не было мозгов. Я не понимал вот эти все процессы. Я это делал. Я нырял в прорубь. Да. Классно было. Нырнул. Ты что? Я герой. А боксер не просто так держит правую, вернее левую руку вот здесь. Прямое попадание в область сердца во время сокращения сердца. Это разрыв сердца. И когда рефери после того как человек упал проверяет ручь. И может держать. Если он руки опустил. Все. Если он может держать руки. То есть он может защищать область сердца. Чтобы не умереть здесь и сейчас. И может защищать правое подреберье. То есть печень. Чтобы не стать калекой. Потому что шокогенная зона. Удар по печени приведет к смерти. Но не так быстро. Еще пару дней помучается человек. От разрыва печени. То есть тут это не просто так. А удары по голове тут уже такое. То есть если он координирует в эти движения. То еще может стоять на ринге. То есть это не просто так. В бане то же самое. Резкое сокращение сосудов сердца. Просто когда пошли походили по банщикам со стажем. У банщика со стажем. Каждые пять лет из-за вот этой выполнения неправильной рекомендации. Каждые пять лет примерно один труп. Потому что разрыв сердца. И сколько это вызовов скорой помощи. По причине аритмии. Потому что ритм. Синусовый ритм может не удержаться. Может быть срыв синусового ритма. Но это проще. Тут есть несколько часов на оказание помощи. Чтобы человеку помочь. Но в любом случае вот это геройство никому не нужно.